Спартак Приморья проиграл Новосибирску в домашнем матче чемпионата Суперлиги. Игра казалась вдвойне интересной, так как эти же команды уже 1 февраля встретятся в рамках 1-4 финала Кубка России. Начало матча регулярки болельщиков Спартака определенно расстроил. Сибиряки стартовали с убедительного рывка 13-3. Наставник хозяев Милош Повичевич, не ожидая такого резкого натиска, сразу использовал оба таймаута. Но сибиряки продолжали наращивать преимущество, показывая невероятный процент попадания дальних бросков. У приморцев же трешки не летели вообще. Вернуться в игру Спартак сумел лишь ко второй половине матча. Однако компенсировать промахи в начале наши игроки так и не смогли. Итоговый счет 69-87 в пользу Новосибирска. Новосибирск обыграл нас заслуженно, играл лучше, чем мы. Не зря эта команда идет на первом месте, и пока она сильнейшая в нашей лиге. Слишком много мы ошибались в каких-то простых моментах, не хватало концентрации. Вину за поражение полностью беру на себя. Видел, что ребята старались, вернулись в игру в третьей четверти. Но упустили соперника и не смогли уже сделать второй рывок. Напомню, что 1 февраля эти же соперники встретятся вновь в спорткомплексе «Олимпиец», где определят, кто достоин продолжить борьбу уже за Кубок России. Кубок России по бадминтону завершился в подмосковном Раменском. Этот турнир собрал 120 спортсменов из 18 регионов страны. Приморцы не только не остались в стороне, но и привезли домой две награды. С первым местом во Владивосток вернулся Сергей Серант, а серебряным призером стал Павел Коцаренко. Сергею золото досталось нелегко. Финальная встреча прошла в три гейма и едва ли не завершилась уже в середине в пользу соперника. Однако Приморец сумел буквально вырвать победу. А вот Коцаренко не так повезло. Выступая в парном разряде с Родионом Алимовым, ребятам достался очень опытный противник. В итоге во Владивосток уехала лишь серебряная награда. Как сообщили в Национальной Федерации Бадминтона России, результаты Кубка влияют на формирование сборной. Он является важной частью подготовки национальной команды к выступлению на чемпионате Европы среди смешанных команд, который состоится с 15 по 19 февраля в Польше. Футбольный клуб «Луч Энергия» определился со спарринг-партнерами на сборах в Турции. Товарищеские матчи, которых, к слову, на первом этапе будет три, пройдут в период с 4 по 10 февраля. Первую игру «Желто-синие» проведут 4 февраля против казахстанского «Алтая», серебряного призера местной премьер-лиги в 2016 году. 7 числа «Тигры» сыграют с действующим чемпионом Суперлиги Косово футбольным клубом «Фероникеле». А 10 февраля «Лучу» предстоит выяснить отношения с «Акжетпесом» из того же Казахстана. Напомню, что «Приморский клуб» отправился на сборы в полном составе, за исключением Алексея Грицаенко, который показывает себя на просмотрах в Тереке. С командой также полетели и юные воспитанники школы «Луч энергии». Первый матч возобновленного чемпионата «Тигры» проведут 8 марта. Максим Яковлев, новости спорта на 8.